Владеть собой в любых ситуациях. Надежно хранить связь поколений. Открыто делиться накопленным опытом. Быть на страже развития Родины. Стать героем важной персоны. Субтитры создавал DimaTorzok Я так понимаю, что на самом деле, смотрите, военная биография, академия, ВДВ, Герой Союза, Добросок на Приштину. А сейчас ведь должность тоже фронтовая. Мне кажется, быть президентом Ингушетии, это как на войне, нет? Нет. Фронтовая согласен с тем, что на трудовом фронте, но не на войне. Социально одобреемый ответ я так называю. Ну ладно, покажите свой кабинет, мы там продолжим. Вот уж, коль скоро мы про армию заговорили, объясните мне такую вещь. Что произошло с нашей армией? Вот все привыкли думать, что нет в России армии. И с Грузией в 2008 году так вот получилось, ну неплохо вышло, но спорно. И вдруг оказывается, что у нас есть какие-то вежливые люди, есть самолеты. Для вас это было неожиданностью? Вы следили за ситуацией в вооруженных силах России? Ну, я в армии служил в советской армии военно-морской флоте. В 82-го года, да. Вы герой союза, мы же по проекту проговорили. Вы герой России, да. Служил в советской армии военно-морской флоте до 2008 года, да, современной уже российской армии. И, естественно, видел вот этот переходный период армии, в том числе довольно серьезный провал и в моральном климате, и в обеспеченности, и в изношенности вооружения, военной техники, в отсутствии элементарного для того, чтобы организовать, проводить боевый полеток и так далее. Но даже в тот период армия была сильна духом. Она всегда сильна была и будет. И тот период уже прошел. И сегодняшнее, вот то, что вы сказали, 2008 год, там, совершенно нет. Я не согласен с такой формулировкой, что армия не способна была выполнить задачу. Задача была выполнена в самые короткие сроки, и это надо признавать, да, в той войне, которой принято считать, принуждение Грузии к миру, да. Вот, там, довольно серьезные задачи были выполнены, самые короткие сжатые сроки. И по всем нормативам, которые давались войскам, там, в том числе на занятия определенных рубежей, или, там, задачу дня, или задачу, там, двух дней, они с сокращенным темпом выполнялись. Поэтому я бы не сказал, что в то время армия была слабая. Но, что было, какая проблема была, то это техника. Техника была изношена, техника не могла выполнить те задачи, которые выполнял человеческий фактор. Сегодня армия совершенно другая. Сегодня армия где-то по 70% обновлена современным вооружением. Получается, что реформы Сердюкова сработали, это благодаря бывшему министру? Нет, я, знаете, как скажу, я не критик реформы Сердюкова в плане того, чтобы считать, что эти реформы были ненапользованы. И Сердюков сыграл довольно серьезную роль в том, чтобы встряхнуть положительную роль и провести эту реформу. Вопросы, что были недостатки, они всегда были, есть и будут. И очень важно, что сегодня до совершенства армия доводит другой человек, Сергей Кужегович, который создал... Вы их хорошо знакомы? Да, хорошо знакомы. Создал систему, одну государственную систему, которая практически не дает сбоев. И сегодня, уже совершенствуя механизм современных вооруженных сил, мы видим сегодня результаты совершенно другие. И вежливые люди – это показатель вот этого совершенства. Ведь мы же не многое, не все видим за вежливыми людьми, да? Мы не видим вот этого жесткого действия до того, как показать этих вежливых людей. И кто перед вежливость никогда не остановится, пока не подчувствует жесткость и в решительности их действий. Поэтому здесь надо понимать и это. Но и даже жесткость, она ничего не будет значить, если она не подкреплена тем, что есть, средствами поражения, средствами воздействия. Поэтому, когда мы это все и показываем, когда и демонстрируем, потому что и сегодня, и когда те условные противники или условные враги понимают, что за этими вежливыми людьми стоят, конечно, стоят, они, конечно, понимают, что лучше не связываться. А кто сражение выигрывает, военачальник или солдат? Сражение всегда выигрывал и выигрывает солдат. Но это в классическом варианте, как мы говорим. А так, конечно, ни одно сражение не будет выграно, если военачальник не будет обучен грамотно проводить стратегию, проводить линию подготовки и проведения любых операций, как воздушных, так и наземных и других направлений. Вы знаете, вот мне кажется, честно говоря, что вот этот ответ, что выигрывает солдат, это ответ политика, ответ неполковника, а вот главы республики, потому что это то, что хочет услышать аудитория. Ни в коем случае. Я вам обосную, вот то, что вы сказали, да, в тот период, пик, когда армия была, ну, не на самом хорошем, не в самом хорошем... Ну, я вам скажу, что в чем формулировка, что сражение выигрывает солдат? Это, оно имеет такой глубокий смысл. Почему? Потому что на плечах солдата все выносится. Это не мои слова, не мои наблюдения, это наблюдения, они вошли там в образовательный процесс, там, и академии, и военных училищ. Мы в классическом варианте, когда говорим в образе русского солдата, да, мы же, и я себя представляю, как русские солдаты, и любой житель страны, которая служит в российской армии. И поверьте мне, во многих там перипетиях приходилось нам участвовать, нигде наш солдат не проигрывал ни в чем. Когда мы говорим, что выигрывает солдат на поле боя, мы говорим, что солдат несет основную тяжесть этой войны. Кто бы ни планировал, кто бы ни проводил, любой. Почему? Потому что на острие, как я, который там направляет, или стрелы, как мы говорим на карте, на острие этой стрелы, которую мы ведем на картах, чтобы сидеть вот этот именно солдат, который выполняет эти задачи. Вот так принято говорить. Это не слова политики, это слова любого командира. И любой командир, получающий боевую награду, в первую очередь говорит своим солдатам. Спасибо за это. Ну, Сталин ему приписывает, вот высказывает, что войну выиграл русские солдаты. А как вы, кстати, относитесь к фигуре генералиссимуса? Ну, раз вы же сказали генералиссимуса, да, Симусин фигуре. До него эти слова сказал Великий Суворов. Как человеку, благодаря которому выиграли Великое Отечество, ну, конечно, я отношусь положительно. А как, как бы помягче сказать... Зачем помягче? Вы говорите, как думаете? Я имею на это полное моральное право. Почему? Потому что благодаря его политике, благодаря том, что я лично его участию, поэтому для нас, для моего народа лично, он, конечно, никогда не будет другом, он будет там врагом номер один. Почему? Потому что благодаря нему наш народ полностью был депортирован. Ну, так же, как и соседи ваши? По надуманным причинам. Я здесь, в этом случае, я не делю ингушей и чеченцев. Нет, калмыков вы тоже выселяли, да, и крымских татар. Вы считаете, не было никаких для этого оснований? Ну, если вы... Политического, практического характера. Нет, если вы образованный человек, если вы думаете, что... Не ваше мнение интересное. Нет, ну, конечно, не было. Конечно, не было. Это бесспорно, да. И как может быть основанием выселить там, а не депортировать. Но при этом были геополитические интересные. И я здесь не буду... Советского Союза в целом. Не Советского Союза, а вот того руководства, который был. Интересно, я здесь не буду в истории в этой добаться. Но, тем не менее, вы сказали мое мнение, поэтому меня здесь больше к тому склоняюсь, что для меня он все-таки враг номер один моего народа, благодаря которому, политике которого, мы довольно серьезно пострадали. Вы знаете, а вот ответьте на такой вопрос. Нас с вами учили в советской школе, что на самом деле роль личности в истории, она не так и велика. Главное, какие-то исторические процессы, воля народа. И всегда найдется, если не этот персонаж, то другой. Если не Сталин, то вместо него кто-то был бы и выполнил бы эту же миссию. Вы-то как считаете роль личности? Вот может человек, политик, руководитель своей волей изменить ход истории? Ну, скажем, военным языком, когда говорят «один поле не воин», так, эта формулировка тоже несовершенно правильная. Почему? Потому что недоодний солдат играет огромную роль, в том числе в современном войне, да, и один в поле не воин, это будет не совсем правильно. Роль личности в том числе, да. Сейчас кому-то скажется, что я политически грамотно вывожу на Владимир Путина, но это приходит в голову, да, сразу. Ну, оно и от другого не придет в голову. И то, что у руля этого сложного механизма, сложного периода, одного из самых сложных периодов в нашей современной России, стал Владимир Лич, и вот эта роль личности сегодня показывает. Не только в масштабах страны, а в мировой политике. Хорошо, а Горбачев? Ну, опять же, здесь роль личности, анти-личности, я бы так сказал, да, вот в другом направлении. Причем, потому что, если выражаться военным языком, нерешительность действий привели к леву, что развалились Российской Союз. То есть нерешительность действий. Поэтому в этом случае роль личности Горбачева, она тоже видна, но только в обратном направлении. в развале того, что было создано. Хорошо, а вот, ну, это коммунистическую систему, ее надо было демонтировать, если мы говорим про идеологию? Или нет? Или надо было пытаться сохранить? Для нас, для советского народа, да, или вот той ситуации, с которой мы были, для нас яркий пример, вот сегодня, если мы смотрим, Китай, коммунистическая партия Китая. И, бесспорно, Китай, посмотрев на наших ошибках, научился. Он не стал дождаться таких же ошибок и создал хорошую рыночную экономику, открыл ворота. Сделал все, чтобы таким же упорством, также сохраняя коммунистическую партию Китая и линию партии, они просто по-современному к этому вопросу подошли. И если бы потихоньку открывали бы ворота, чтобы сразу сквозняк не поступил, и народ не заразился заразой, да, я думаю, что Советский Союз оставался бы как державой, еще более мощной сегодня. Вот про Китай я часто слышал, как ваши коллеги политики дискутируют, и такой тезис часто звучал, что китайцы – это просто другой человеческий материал, они очень дисциплинированные люди. А вот ингуши, они дисциплинированные? Ну, насчет того, что если мы говорим про китайцев, что они дисциплинированы, мы помним советский народ, единый строй, стахановские движения, строительство БАМа, ворошиловский стрелок, поэтому здесь вопрос организации. Вопрос в организации. То есть не зависит, вы считаете, от каких-то этнических особенностей? Есть определенные природные или генные вещи вложены, но в своем большинстве любой народ дисциплинирован. В рамках тех устоев, обычаев, традиций в том числе, и народ ингуши, и ингуши сами по себе. Поэтому, конечно, если приходить и пытаться сделать то, что выходит за рамки сознания людей, обычаев, традиций, то мы здесь не увидим дисциплину. А если все это выстраивать в рамках определенных направлений, в чем сила была советской армии военно-морского плота? Ведь каждый замполит, в то время так заместитель командира по политической части назывался, он же к каждому солдату относился индивидуально. Там даже была характеристика, да, социальный слой, крестьяне. Вот, представьте, да? И к каждому был свой подход. Если человек деревенский был, я же помню этого, все равно к нему совершенно. Если из Кавказа, одна история, если из Средней Азии, другая, если из Сибири, третья история. К каждому к замполитам находил свой подход. А вы помните своего замполита? Конечно, помню. И, знаете, вот пытаться, вот, когда вот, в общем строю, они все становились одинаково, вот они одни, все, взвод, рота, батальон, все, один строй. Одна задача выполнения. Но индивидуально каждому был свой подход, своя работа. И каждый, выполняя в общем строю команды, строевые, там, или физарядка, или огневая, или боевый поток любого, в индивидуальности понимал, что замполит найдет к нему доброе слово, и такой подход был и у командиров. Поэтому среди народа в нашей стране, где много национальности, много религиозного направления, конечно, должен быть и подход, соответствующий в рамках закона в Российской Федерации, но с учетом вот тех традиций, обыкновенной культуры, что, в принципе, сегодня и есть, и не мешает. Поэтому народ, в общем, он дисциплинирован, и я считаю, что более чем дисциплинирован, и совместно с другими народами Российской Федерации создают нашу великую державу участвовать в этом процессе. Знаете, вот про Китай мы говорили, а ведь там сотни людей за последнее время расстреляны за коррупцию. То есть там очень жестко борются с коррупцией, победить все равно не могут, потому что, как говорят, Восток. Может быть, нам тоже не стоит вот прям как-то бороться с коррупцией, а как-то пытаться найти какие-то модели, где она будет интегрирована в какие-то процессы. Возможно такой какой-то подход к коррупции? Это же тема очень больная и для России, и для Кавказа. Ну, если вы хотите интегрировать коррупцию в каких-то моделей, можно, конечно, сказать, что у всех, кто украл деньги, могут построить там ларек, там магазин, еще и безналоговых обложений там спокойно работать. Да, в пример, чтобы они вкладывали в Казахстане. Да, например. Ну, на самом деле мы сами сочиняем слишком много сказок про коррупцию и страшилок про коррупцию. Это тоже надо видеть. Поверьте, коррупции и в Америке, и в Европе не меньше. Верю. Ну, оно есть. Я верю, верю. Мы же не слепые. Мы же понимаем. Но слишком рьянно бороться с коррупцией и выставляю ее на показ, но это тоже не дает хорошего эффекта. Например, у нас в Ингушете я все-таки выдвигаю лозунг. Не в борьбе с коррупцией или против, а в борьбе с теми, кто дает взятки. Не теми, кто берет, а кто дает. Почему? Потому что каждый почему-то, не каждый, а многие пытаются решать свои вопросы именно в случае взятку. И при этом придумаю различные схемы. Тем более, если все друг друга знают, родственники, друзья, товарищи. И второе, мы проводили соцопрос по коррупции в республике, в том числе, и вот из 10 опрошенных, да, не из 10 опрошенных, а из какого-то количества опрошенных, часть людей сказала, мы выбрали 10 человек, которые сказали, что одно из таких негативных направлений в политике, власти, это коррупция. Вот мы 10 человек выбрали и опрашивали социологи их, а вы вот лично, лично вы участвовали в процессе коррупции? То есть у вас спросили, нет? Вы лично видели, нет? А откуда? А нам сказали. И только один человек, участвовал в процессе коррупции, но и здесь потом в ходе разбирательства, как разговаривали, пока исследовали его, оказалось, что он больше сам виновник. То есть, не тот, кто берет, а он уже был сам взятка издатель, почему? Потому что до того, как у него попросили, он сам предложил. И в стране в целом так же. Нам надо все-таки, да, расстрелы ни к чему не приведут, и Китай к этому ни к чему не придет. Почему? Потому что, ну, это то же самое, причем здесь коррупция даже, берем там те же наркоманов, да, почему как кололся, как я искал себе приключения, так и будет искать. Преступный мир, он же при всем, при том, что и при первом, там, голову рубили, ну и что дальше. Меншиков брал, его фаворит. Как вырывали, так и вырывали. Но мы, мы в стране нашей, мы слишком, вот как бы там это все выставляем, это одна беда. Второе, что все-таки доведение дел до конца. Мы вроде бы, как бы громко что-то скажем, вроде бы, вот, а потом, как это там, на стармозах тоже, что, что тоже в республике, мы над этим тоже боремся с этим. В чем-то же должны быть дела доведены до конца. Человек, если он есть, он должен сесть в тюрьму, то есть он заслуживает это. Да, хорошие сейчас и законы, и правила, играю в плане того, что если экономические преступления, украл там 100 рублей, если вернул государство 100 рублей, не надо его сажать, не надо из него делать там уголовника или преступника. Ну, осознал человек, понял ошибку, вернул деньги. Ну, государство учебовано, увольте его с работы, не плодите уголовников. Но, если он не вернул назад, то здесь надо наказывать, чтобы другим не поводным было. А расстрелы, это, ну, к чему не привезут. Я вас услышал. Во второй части беседы мы от таких общих вопросов, стратегических, перейдем, если меня взрослите, к частным, не клирическим тоже. вот к частному вопросу. Я помню одну вашу беседу, вы меня совершенно потрясли своим ответом. Это не единственная беседа и не единственный ответ, но просто тему коррупции подхватить. Когда вы про методы борьбы с коррупцией так очень спокойно сказали, ну, во-первых, надо самому не брать. Вы помните эту беседу? Ну, риторический вопрос, если бы я так спросил, вы так и не берете. А вы, допустим, уверены за все свое ближайшее окружение? Допустим, вот у вас же шестеро братьев, пять сестер. Вот уверены, что они не берут, никто из них? Нет, я уверен, что они не берут. Почему? Потому что, чтобы брать, надо находиться на каких-то там направлениях, должностях и все остальное. А вы не пускаете ни на какие должности? Ни на каких должностях не находятся. Самое главное, что они берут мое имя, делают все, чтобы не самим допускать, и другим там родственникам этих вообще не допускать. Я помню, также еще звучало, что вам предлагали там и 600, и 800 тысяч долларов, просто так, ну, авансом, в качестве выражения хорошего отношения, не за какую-то конкретную услугу. Но здесь понятно методика. А вот вы меня заинтригали, а сколько может стоить встреча с вами вот за устройство встречи с вами? Честно, по порядку хочется. Вот я же с вами встретился, у меня как денег заработал, получается? Нет, не знаю, опять же, из домыслов, да, одна бабка на базаре сказала, когда кто-то пытается сказать, вот там, чтобы попасть в главе республики, надо заплатить какие-то деньги, да, типа вот ребенка, чтобы садик устроить, надо заплатить деньги. Когда начинаешь разбираться, кому заплатить, куда заплатить, ну, хоть покажите направление, все, здесь уже дальше хода нет. Поэтому это из области, как я сказал, одна бабка на базаре сказала, я не знаю, там, сколько надо встреч, чтобы заплатить, надо же для того, чтобы со мной встретиться, тем более, мне такое необходимость, чтобы платить деньги за это. Почему? Потому что все знают мой телефон, я уже там не знаю, но не совсем ваш телефон, это, в общем-то, такой пиар-ход, то есть тот телефон, по которому можно позвонить и рассказать о проблеме. во-первых, нет, во-первых, не так. Вот он у меня на столе лежит, это не пиар-ход совершенно. Он, да, надоел мне, звонки надоедать, я сразу скажу, и сообщение надоедает. Ну, вплоть до того, что вот женщина мне присылает сообщение, что вот я получил книжку, что я многодетная мать, положено мне вот это, ну, что я могу ей ответить? Ну, она же должна понимать, кому она сообщение присылает. То есть я сейчас должен пойти за нее, сделать ее работу и сказать, что ей положено, что ей положено, да, вот, к примеру. Но опять же, обижаться тоже на нее зачем? Почему? Потому что, ну, она так считает, она же не со злобой, там, не специально, она просто хочет, вот, угловой уточнить. я думаю, что ей 10 раз сказали, что ей не положено или положено, но она хочет еще раз у меня уточнить. Поэтому, этим не сообщением занимается помощник, который раз в день это все вычитывает и отдает ответы, кому что положено, да, и если не PR-ход, это телефон у меня, вот он на столе лежит, есть, и он всегда под рукой, он всегда со мной. Но помимо телефона, есть другие площадки, все в сетях, и в фейсбук, и инстаграм, и другие, у вас же живой журнал, кто-то живой журнал, блока, и они могут, они обращаются, и многие обращаются, и многим не надо ко мне обязательно приходить, многие спокойно могут эти вопросы решить там дистанционно через соцсети. А вот понятно, что люди вашего статуса, вашей занятости, не могут позволить себе сидеть в соцсетях. Понятно, что у вас есть человек, который там ведет ваш блог там в живом журнале. Но с вами хотя бы согласовываются эти темы и фотографии, которые там появляются. Не, во-первых, если есть любые сообщения, где там кричащие сообщения, где там вот человек кричит с корову, здесь оперативно быстро реагируют. Даже если когда к мне приходят на телефон сообщения, я лежу, когда я даю это поможет, когда я сразу же даю сигнал, разобраться, где-то свет отключили, где-то газ отключили, но где-то что-то происходит, да, ну, еще более страшно. А где там это терпит, там, какие-то вещи направления, там, временах, там, то оно все равно там проходит через помощников советиков. Поэтому нет такого направления, там, согласовывать или не согласовывать. В любом случае, все сообщения проходят там, я сам читаю, я их учитель. Нет, я просто видел на вашем ЖЖ поздравления с годобщиной, с 70-летием Никиты Сергеевича. А вы знакомы? Ну, конечно. Вы знакомы с каких пор? То есть, когда вы... Лично знаком с тех пор, как я стал главой республики, то вот года четыре назад. А так, конечно, это один из самых любимых артистов. Искренне так говорю, почему? Потому что человек харизма и в хорошем смысле слова барин. Да, да, так его и называют. А вот какой вообще, сейчас уже не про Михалкова, а вообще в целом про кино, какой последний фильм смотрел президент Ингушетии? Когда это было? Когда вы были в кинотеатре, или вы смотрите их на DVD, или у вас нет времени на кино? Или есть? Ну, если не будете смеяться, я смотрел там, очень, ну, такой, улегся в воскресенье, когда дочка младшая попросила включить Машу и Медведев. Я увлекся этим фильмом, долго смеялся, смотрел и с удовольствием этот фильм посмотрел, да? А так, с удовольствием я, если брать там художественный, с удовольствием посмотрел фильм «Сталинград» «Сталинград». У меня своя критика в некоторых вещах, но тем не менее, я фильм это посмотрел, очень серьезно, и мне понравилось. А так, я скажу, в принципе-то, и нет времени смотреть, тем более, последние недели, там, две недели, я смотрю, только «Вести 24 новости». Ну, как и вся страна, в общем, вся страна. А вот, какой вы президент, какой вы руководитель, какой вы командир, у публики есть представление, не знаю, насколько оно адекватно истине, но люди представляют. А вот какой вы отец, как вы считаете? Если я... Да, ну, как вы считаете, какой вы отец, да? Я очень добрый, хороший отец. Я себе делюсь. Ну, а детей надо спросить, они лучше скажут. У нас на самом деле, если серьезно, я, ну, пытаюсь больше давать возможности детям самореализоваться. Но, опять же, есть определенные рамки, да, где, там, с детства, даже если ребеночка, там, замахнулся на тебя рукой, ничего не соображающий, то он должен понимать, что это делать нельзя. Среди не так нельзя, его надо по руке там ударить, больно, чтобы он понял, что так больше делать нельзя. Но при этом надо понимать рамки, да, где нельзя зажимать, чтобы больше свобода была. Если иногда, там, жена на детей, там, ругается, кричит, я это все пропускаю мимо ушей, она даже мне говорит, ты хоть скажи им. Почему, потому что я понимаю, что они детям, надо больше, там, раздолье, больше, тем более, они не как дети у других, которые могут, там, спокойно выйти, где-то погулять, где-то походить, больше в этом направлении. Это одно и второе, то, что я постоянно пытаюсь, у меня три мальчика, одна девочка, я пытаюсь им всегда, ну, так бывает момент, когда одна девочка обижают, там, она оплачивает. конечно, ну, они же маленькие все, и я им всегда пытаюсь объяснить, что нельзя девочка обижать, нельзя, ну, то, что сестра, да, девочек, там, слабого обижать, нужно защищать, пускай, тем, голову вкладывают на такие вещи, чтобы она какая-то там, на этом, в этом возрасте, что-то понимали. и плюс, конечно, я пытаюсь им показать, там, какие-то традиционные вещи нашего народа, рассказать про кесту, там, героев, рассказать про кесту, там, приятского, про еще что-то, вот такие вещи, которые, там, поучительные для ребенка, которые в голову, где-то все положат себе, там, и, как-то, начнет, там, думать, по-взрослому, даже находясь, там, в состоянии детства, как бы, таким образом. Я помню, одну вашу телевизионную беседу, где вы, на удивление, разумно, и честно, на удивление, потому что политики, они должны держать в голове, что их слово имеет, больше вес, чем слово, на удивление разумно, а что, не разумно, что? А, потому что политики, иногда он думает разумно, а говорит, то, что от него хотят услышать, то есть, озвучивает не свои мысли, а тезисы, которые в выгодном свете представятся перед электоратом, ну, как Васильевич думает. Это был разговор о многоженстве, и вы сказали, что оно по факту, в общем-то, на Кавказе есть, и, ну, в общем-то, вы считаете, что, а почему вы нет? Я, кстати, просто сразу скажу, что я-то сторонник многоженства, я считаю, что если выполняются, ну, вот, ну, все прописанные требования, что если первая жена хочет, чтобы появилась вторая, если есть средства, ну, то если выполняются все нормы, то почему бы нет? Ваш коллега, глава Дагестана, вот он сказал, что вот он не одобряет. Я так понял вашу позицию, что вы лояльно относитесь к этому? Если старший брат, когда ты можешь говорить, что он одобряет, я тоже не одобряю. А вот так вот, а если серьезно к этому вопросу подойти, во-первых, я не говорил, что я за или против, да, я говорил, что не надо из этого делать политику. И в советском время, и сейчас, тем более, и в Ингушетии, там, или в других, там, в мусульманских республиках особого запрета нет на это. Хочешь женись один раз, хоть женись два раза, хоть десять раз женись. Никто тебе ничего не говорит. Сделать из этого политику и из этого сделать какой-то там ажиотаж, принимать законы, мне кажется, вот об этом я говорю, не надо. Ну, как же, ей не мешает. Это одно. Второе, вот добавлю, что, когда мы говорим, если по закону, если брать даже по религии, ну, единицы, которые могут по религии жениться правильно, да, пусть у меня не обижаются многоженцы, там есть одно правило. Мы сами это сказали. При согласии первой ни одна женщина не согласится, чтобы обошла. Она будет говорить, конечно, но в душе она никогда не будет согласна, чтобы в дом пришла другая. Если, если эта женщина, она не имеет там, не может иметь детей, то это может быть причиной, что она согласится в душе, все-таки ей важно, она любит своего можно, и мужа, ей важно, чтобы все-таки потомство было, да, и второе, если эта женщина, она больная, она заболела болезнью неизлечимой, она понимает, что мужу нужна там жена, муж здоровый человек. Вот этих двух случаев только, она может, ну, еще может быть какой-то случай, но это редкий случай, когда женщина может сказать, да, я от души, она может сказать, конечно, чтобы не обидеть, но чтобы она от души это сказала и согласилась, это маловероятно, мы, значит, вообще ничего в женщинах не понимаем, или, ну, не бывает так, но, тем не менее, я бы все-таки по этому поводу сказал так, что из этого делать политику не надо, почему же никто об этом вообще не заморачивается, ну, кому надо, те женятся, и как только об этом начинают говорить, всегда только начинают там внушаться. Ну, плюс, поэтому тот, кто принимает решение, чтобы жениться второй или третий раз, он должен, говорит, тридцать подумать, как он будет, как он будет перед всевышением заключать за то, что он разрушает вот эти равноправедные женщины. А как вы считаете, может так сложиться исторический процесс, что законы шариата приживутся вот на, ну, скажем, вот на территории России, в целом, не там, где в регионах, где традиционно они уже действуют, а вот, скажем, в России, в Европе? Ну, во-первых, для законов Российской Федерации и надо придумывать законы шариата, да? Один уже покойный, да, он где шел, у нас так принято говорить, когда вспоминаешь покойного, имам, совершенно служитель, он говорил про законы Российской Федерации, которые подходят под законы шариата. Это по помощи детям, которые остались там, без родителей, или без одного родителя, ряд других направлений. То, что там в шариате прописано, поддельно вещь, это законы Российской Федерации уже в этом, как бы, работают в рамках этих законов. Здесь не вопрос, как назвать закон в нормах шариата, не в нормах шариата. Если он не противоречит традициям, обычным, тем более, да, там, или непосредственно шариату, если мы берем по религии, то почему нет, он работает, он не пропястывает. Потому что любой закон Российского Федерации, он не препятствует там шариату. Да, и есть шариат, и тоже закон. Тоже закон, это правила жизни, правила жизни, поведения человека. Поэтому, конечно, вот, например, в мусульманских республиках, в том числе, в частности, в Ингушетии, какие-то вещи проходят, когда все-таки приходится, даже с учетом светских решений, это очень редко, но все равно выходить на шариатского судя, который там принимает решения. Но это не от того, что нет доверия к светскому суду, там, или светскому законодательству, да, российскому, а от того, что все-таки по датам лучше и там закрепить. Да, вот есть такая-то норма. Поэтому я бы не сказал, что есть необходимо, чтобы эти нормы шариата приживались в масштабах светского государства, которым является Российская Федерация. Но при этом мы сегодня видим, что для республик, где большинство там приживает народа, населения, которые исповедуют религию и ислам, нет никаких препятствий в соблюдении шариатских норм. Поэтому здесь особых проблем мы не видим и не чувствуем. А вам в силу обстоятельств каких-нибудь, ну, допустим, фактически, фронтовых, когда в Сербии приходил служить, приходилось вынуждено нарушать какие-то нормы, которые, ну, допустим, я не знаю, есть тушенка со свининой или нет? Ну, знаете, есть такое правило, да, вот как говорят, или где там, путнику там и так далее. И воины, И воины там. Ну, есть, да, нормы, и я сейчас не хочу там углублено говорить там про свинину или еще про что-то, да, даже про спиртное, да, в случае, если голода там еще чего-то, там, боюсь там как-то неправильно там высказаться, но в моей жизни не было необходимости такого состояния, чтобы я умирал с голоду, чтобы есть свинину, да, к примеру. поэтому я мог бы, если мне это надо придумать, любую причину, что я воин, что я путник, поэтому я могу есть. Но не было в этом необходимости, я и не ел. У кого-то может и было, но у меня это, как-то, такой необходимости, как-то кого-нибудь было. Был голод, там были моменты, ну, даже в этот момент свинины не попадалось, да, чтобы проверить, с меня с тебя съел бы я ее или нет, но я думаю, что я не съел бы, да, но тем не менее, я говорю, что не было такого момента, что там, всего что мне дал экзамен, там, я вот 10 дней голодал, и тут появилось, хрюкальшь, если я с меня сделал, но не было такого, такого эксперимента, слава всемашему, он со мной не провел. А какой самый тяжелый был период в вашей биографии, вот, какой этап жизни был наибольшим испытанием для вас, который вы вспоминаете без удовольствия? Ну, скажу, если брать армию, да, я не вспоминаю, это как период, наоборот, это период. Армия вы имеете в виду срочную службу с Восторг-2-4-4-4-й или вообще-то без армии? Армия, да, я не вспоминаю этот период, как это там, даже самое там, участие там, в боевых действиях, я не вспоминаю, что тяжелый период, наоборот, это период, ну, просто великолепных воспоминаний, период такой, становления, период дружбы, период там, проверки себя на прочность, проверки своих товарищей, период поиска, нахождения огромного количества там, друзей, товарищей, людей, которых ты сегодня называешь братьями, не только братьям по оружию, не только братьями по направлению, но все равно, это вот тот период, поэтому я там не вижу, вот, что же, даже самое такое тяжелый момент, чтобы сказать, что это был сам, нет, я горд тем, что мне пришлось это все пройти, самый тяжелый период в моей жизни, это, конечно, вот этот период, то, что я руководил республикой, почему, потому что здесь совершенно другая ситуация, совершенно другая сторона, и если в армии я и для солдата, и для подчиненного, мог многие вопросы решать, не выходя за рамки своих полномочий, то здесь я не могу эти задачи решить, не могу, проблемы людей решить, но при этом и здесь, в этой ситуации, когда ты что-то делаешь очень много полезного, а мы делаем очень много хорошего полезного, ты радуешься, потому что тебе удается это сделать совместно с командой, хорошая она, плохая там, понятно, там люди по-разному будут оценивать, ну и совместно с народом республики, кому-то вот построили садик там в каком-то селе, эти жители радуются этому, а жители другого села говорят, почему там, почему не у нас, да, это тоже нормальное явление, это человеческий фактор, почему, потому что своя рубашка ближе к телу, да, вот так же, каждый хочет у себя, но тем не менее, вот этот период, там, руководство республики, вот это, ну, такой самый тяжелый, наверное, для любого руководителя, субъекта, я про самый радостный и счастливый период в вашей жизни не спрашиваю, потому что я желаю, чтобы он у вас был впереди. Спасибо огромное, большое действительно искренне, спасибо за беседу, я получил удовольствие. Спасибо. Я же по профессии разведчик, поэтому для меня нет неожиданных черт-призов и неожиданных вопросов. Я сегодня просмотрел передачу, где такую же передачу вы снимали про Рамазана Гаджи-Мурадовича, хочу сказать, что спасибо за то, что вы все-таки нас глав приближаете к своим народам, да, вы затрагиваете вопросы не только политически, а еще жизни человека, вы населению, там, нашим народам показываете, что мы такие же люди, как и они, со своими проблемами, со своими болью, со своими, там, плюсами, минусами, и к нам надо относиться так же не только как к главе субъекта, а относиться как к людям, как к человеку. И нас тоже надо иногда защищать, нам надо иногда тоже сочувствовать, нас надо иногда тоже хвалить. Я думаю, что многие люди это увидят, и им приятно. Почему? Потому что мне было приятно посмотреть и про Рамазана Гаджи-Мурадовича, совершенно с другой стороны. Я даже сам не знал, что он может быть другим человеком, как вы его показали. Поэтому я считаю, что передача, она хорошая, и будете иметь такое хорошее у себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин